Четвертая часть фейлов в прямом эфире В первую очередь появился прямой эфир в весьма горячих точках Речь сейчас не идет о местах вооруженных конфликтов, а о футбольных матчах Да, ведь именно там журналиста поджидает наибольшая опасность Как правило, во время эфира или репортажа журналисты порой не замечают, что происходит вокруг них А стоило бы, ведь происходит столько интересного, причем прямо у них за спинами Еще один журналист, который не видит, что происходит вокруг Хотя, с другой стороны, это даже на пользу репортёров Люди порой так мечтают о славе, что готовы сделать что угодно под прицелами камер Как и поступили два парня в этом видео Немалую роль в эфире новостей играют различные графики, фотографии и видеовставки Но порой, желая сделать лучше, у журналистов получается как всегда Или даже еще хуже Как и в этом случае, когда женщина пыталась нарисовать что-то на карте, попутно читая текст Но вот в итоге, у нее получилось кое-что пикантное и интересное Чего только не сделаешь ради работы В горячую избу войдешь и коня на скаку остановишь Да и много чего остального В некоторых случаях приходится даже лезть в прорубь, в минусовую погоду Да, такому журналисту не позавидуешь, поэтому и понимаешь его реакцию Пиздец! Путаться в проруби, где проходит таинство крещений, не меньше, чем желающих понять православие То, что на улице температура около минус 15, людей не останавливают Потому что температура воды на несколько градусов выше нуля Андрей Иванов, Сергей Соловьев, Вести Урал Еще раз Еще раз? Да, давай, давай, давай Берни! Ты гонишь что ли? Ну давай! Журналисты такие же и обычные люди, так же как все остальные В работе мешают различные вещи Усталость, плохая погода, прохожие, которые решили встрять в эфир Но иногда всю съемку срывают насекомые, которые, видимо, испытывают сильную любовь к репортерам Во время прямого эфира журналист обычно очень сосредоточен Необходимо это, чтобы не допустить ошибок, которые порой случаются Но не стоит винить журналиста за то, что он порой сбивается Ты что, да ёб твою мать Его стоит винить за его реакцию И за то, что он позабыл, что это прямой эфир В одном только Камышинском районе 45 больших и малых водоемов Но большинство из них или еще не замерзли, или замерзли, но не полностью И ты, да ёб твою мать Пишем? В одном Купить пиво, другой алкоголь, лекарства, россиян Очень трудно, когда ты фанат собственной работы Это значит, что ты пристрастен А в таком деле, как спорт, тем более Так что неудивительно, когда комментатор в прямом эфире, мягко говоря, расстраивается комментируемой им игрой Но самое главное, иметь очень круто выключиться, как и сделать зуберное Повторюсь еще раз, работа журналиста опасна и трудна Помимо мячей, которые могут попасть в репортеры во время эфира Журналист подвержен другим опасностям Да их куча Например, ограбление Как и случилось в этом видео Репортер вел прямой эфир, когда к нему подошли два парня и отобрали телефон и бумажник Ну, с кем не бывает Часто, просто выполняя свою работу, репортеры сталкиваются с агрессией со стороны окружающих людей Как и случилось здесь, где на репортера и оператора напали местные жители Скандируя выкрики, что репортерам не поставить их на колени Не бойтесь, мы вас бить не будем, скажите какой канал Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok